и бэброс танцующий титан и это очередной выпуск чего а правильно r значит рак попросили меня с этим оружием сыграть очень много людей бьет просто все рекорды оружие это наш отечественный хвостов 7g02 это в общем автомат самый первый автомат которым получаем в игре выглядит как м41 или м16 зависит зависит и вот такие вот у него перки большая скорость стрельбы но относительно импакт так себе расстояние вообще плохой стабильность еще хуже перезарядка тоже не очень но магазин 25 патронов правда у него нет никаких перков ну что естественно в общем пойдем играть с этим оружием прошлый раз я немного переборщил с некроказмом в этот раз буду наоборот собирать вещи чтоб как-то получше было поэтому все просто на быстро перезарядку патроны все для ауторайфлов но как и прежде нельзя пользоваться снайперками гранатометами гранатами и супером только исключительно автоматом ну что пошли рачки так запускаем контрольчик и погнали я не знаю как себя это оружие покажет потому что все таки это самое первое оружие это не знаю то есть его может сравнить с некроказмом то есть некроказм это самый сложный автомат вы просто рвете свою попу на британский флаг шип его получить а получаете в итоге то же самое что и хвостов но я с ним не играл в пвп я вообще никогда не играл поэтому не жду от него вообще ничего вот даже выбрал черную краску такую трагическую трагический у нас сегодня выпуск а простите что говорю тихо тут сосед пришел с ночной выбирать всегда лучшие моменты это у него талант такой но ничего мы сейчас спокойно по-тихому с нашим отечественным хвостовым надерем задницы тем кто носит торны выглядит кстати вполне ничего единство что он выглядит каким-то очень маленьким как будто к это еще по кончик к оранжевым ярким сделали как у водяных пистолетиков а так то в принципе вы к исполнению чего сама форма долго долго ищет напарников вы простите с тут буду хлебать эту чек похлеба вы кстати пока летим простите пока летим хочу сразу извиниться то что выпуски как-то замедлились какие-то сбои преследуют постоянно какие-то сбои явно это все британская монархия мстит не за то что я русский их да ладно шучу отборосим все эти дурачество так скажем и начнем простите комментарии тоже кислый немного потому что вот я успехи делаю и в принципе про это оружие сказать тоже ничего не могу особо знаю что она белая знаю что она самая первая знаю что статы у него так себя и знаю что сейчас будет гореть мой пукан как жерло вулкана ну вот все летим карта земля неужели в россии будем играть очень символически было бы в россии с российским оружием но такие вот пироги то сейчас глянем что будет у меня даже шутки не идут я такой серьезный понимаете просто про такое оружие надо говорить серьезные настроения тоже серьезно так два человека смотрят ну смотреть там принципе не на что сейчас будете смотреть как меня во все щели делают даже не надо идти ни на какие сайты прям вот в онлайне в туче ну ладно это упустим этот момент потому что вдруг смотрят дети или подростки ну вот все хватит говорить наконец-то вот бесит самое сложное в р значит рак это в самом начале говорит уже пока матч запустится три часа что-то думать говорить внести бред это не так легко как кажется но все начался twilight gap земля погнали блин выгляжу вообще четко такой бэтмен простите ребята у меня сайт отключен я не вижу так ну погнали хвостов так хотелось бы то в counter strike игра мне иглока не хватает надо было надо было взять мне этот династию блин хочется гранату кинуть а нельзя я еще как сказал я еще не играл сегодня в десне то есть не разогретый все по правилам р значит рак по конституции раков у ю ю ю ю и блин да скорострельность него маловато маловато скорострельность так блин еще и руки не разогретый вообще не разогретый так спецназ блин он кулаком может я не могу не честно же у ю ю ю ну тут вообще со всех сторон у чтобы ребята делаете блин я бы броса не саша грей потише с этим потише так вообще не разогретый ну ё-моё ну блин тут честно говоря тут еще и мой фактор то что я не играл давно но как давно вчера играл но сегодня не играл и как-то с автоматами давно не играл что-то многое говорю слова играл потому что я сосредоточен когда сосредоточен я несу бред как кличку ну ладно политику в сторону так надо попытаться убить кого-нибудь нельзя же постоянно так лошарить так давайте будем использовать минусы этого оружия себе на пользу мне надо бегать с кем-то то есть хотя бы ассистить так давай блин ну звук конечно реально кого-то его выдрали из counter-strike а так надо цена доход точки захватывать что же за спецназ который точки не захватывает есть убил кого-то только сейчас меня шлепнут ай-яй-яй-яй-яй-яй не тут вообще за мной бегут постоянно не чувствую чувствует свои задницы у них там не знаю усики эволюционировали чувствует что бегать какой-то лох с хвостом и валят простите что несу бред я действительно нет то есть не сфокусирован на том что говорю я просто говорю чтобы говорить оля канделаки я щас пытаюсь кого-нибудь убить хотя бы ухты как и упустил туда бы гранатку ему но нельзя правило не позволяет нас тут все по правилам ассист ассист отлично нет тут тут без вариантов тут против торна с этим говном надо убегать 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 так 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 ребята пошли а вот мой шанс да детка заслужил да конечно что-то урона вообще ну тут шмель еще отлично так на точку c блин тут я мог убить если он прицелился на голову нормально что же сегодня с моим прицелом и так очередной шмель полу полетела отлично вообще вообще супер так хэвики мне нет смысла я помогу ребятам защитить их ага отлично прибежал прибежал дима молодец блин прибежал как тупой баран на скотобойню так ну ладно надо 10 более тактически уже все равно чувствую что это лучше чем прошлый раз ослабленным некроказмом так все на c захватывается бомб has been planted так 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 давайте 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 отлично точку захватил он все равно стой с полезным простите тут у меня блин что-то ухты 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 вакоп пакоп иван так все спрятался отлично 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 Кстати, удивительно, что автомат хвостов, который по сути-то русского производства, я предполагаю, такой дедуктивный метод использовал, чтобы узнать. Ну, что тут, дедукции не надо, выглядит как М4А1, но почему она русская, непонятно. Сделали бы лучше как-нибудь в форме калаша, ох ты, добить, как скотина, вот стервятник. Но ничего, все равно горожусь собой. Так. Так, отлично, ну так о чем я говорил, что вроде бы автомат русский, но выглядит как американский, и это не совсем понятно. Могли бы, да, сделать что-нибудь более похоже на русский, просто тот же Калашников, который, черт знает сколько, не меняется. Да хотя бы АК-12 какой-нибудь, ну типа того. А так-то, в принципе... Так, 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 пишут еще и ВКонтакте, так, чувство, давай, выходи, выходи, выходи. Надо точку захватывать. Блин, я бы сюда гранату пришвартовал, но отлично вообще, только этого не хватает, очередного шмеля. А, вот тут ВКонтакте написал товар и спросил, что у меня за автомат. Ребята, вы прикалываетесь. Это самый первый автомат, который вы получаете вообще в игре. То есть в самом начале, еще в тренировке. Мне, чтобы его получить, пришлось создать еще одного чара, то есть Хантера создал. А было бы у меня три аккаунта, мне бы пришлось какой-то удалить, чтобы сделать этот выпуск. Так, тут я честно своровал, своровал вообще, некрасиво, некрасиво. Так. Сейчас русский Ванька всех будет убивать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, не хватает, не хватает ему мощи, ребята, не хватает ему перков, и не хватает статов. Оружие, в принципе, как базовое, очень даже неплохой автомат. Я, честно говоря, удивлен качеством. Я думал, будет гораздо хуже. Потому что, как базовое оружие, она очень даже очень-очень хорошая. Единственное, что ему действительно не хватает перков, чтобы его улучшить. Он, например, это гораздо лучше, чем некраказм. И, не важно, даже с перками или без перков. Но, конечно, убойности ему вообще не хватает. Так, похороняю я Хэвики своим товарищам. Сейчас попрутся всех щелей, враги. Эх, нечестно, я не могу пользоваться Хэвиками. Меня сейчас тут завалят всякими ракетами, чем только не завалят. Так, спецназ. Давай за жизнь, давай, брат, до конца. Давай за тех, кто с нами был тогда. Ну ладно, петь перестану. Блин, это все-таки не шоу две звезды. Отлично, смотрите, разыгрался, в принципе, нормально. Вы Хэвики возьмете, меня задрало их уже охранять, я-то их не могу взять. Так, сейчас сюда попрут. Ух ты, ух ты, обходят. Иди сюда, хитрожопый. А, походу, там просто арестнулся. Ага, там еще один, какой хитрый ход. Неужели это Блэйддэнсер? А, ну нафиг, ребята, шмель, шмель, шмель. Вообще, что-то разогрелся, ребята, вообще неплохо. Нормально, нормально. В принципе, всегда начинаешь с плохим оружием, потом разогреваешь, и вроде неплохо. Простите, что тут юмора мало в этом выпуске. Я как-то нюмористично настроен в этот раз. Я настроен более как Малахов. Говорит для того, чтобы говорить. Большая стирка, стирка, большая, большая стирка. Так. Ага. И очень пытаюсь сфокусироваться, потому что... Ахахах, блин, ассист. Ну хоть точку захвачу. Я просто хочу сфокусироваться на том, что я сейчас делаю. То есть использую это оружие. Потому что когда я играл с некраказмом, я что-то говорил, говорил, а на игру что-то вообще не засматривался. А сейчас хочется все-таки отечественное... Блин. Дикция, дикция. Плохо работает дикция. Просто хочется показать отечественное оружие. Тем более первое оружие в игре с хорошей стороны. Но, честно говоря, скажу, ребята, это трудно. Так, блин, точку А захватывает. Сейчас их зажму там, как в Чечне, в Вингушетии. Аааа. Да, не получилось. То есть не получилась засада, потому что пушка, конечно, не подходит для ПВП. Но учитывая, что это самое первое оружие, ребята, это круто. Это как прийти, не знаю, на Вторую Мировую с копьем каким-нибудь, луком там, не знаю, костью мамонта бедренной. То есть показывает себя очень даже здоровски. Так, я знаю, что ты там. Спецназ. А, его уже убили вроде так. Так, ладно, ладно, сейчас они попрут на С, а я их тут остановлю. Так, предъявите документики. Документики. Где ж ты там, скотина? На, это просто зависший, грех его не взять. Победили, победили. Я даже прыгну супером под конец. И гранату прилеплю. Вот так, ребята. Автомат. Сейчас выскажу свое мнение. Кому она нафиг вообще важна. Автомат. Классный. Базовые характеристики. И как лежит в руках. 1.22. Ребята, ну неплохо, согласитесь. Учитывая, что я с этим оружием играю первый раз. И это мой первый матч с больше, чем 24 часа. То есть, просто сел, просто взял первый раз оружие в руки. И сразу же так пошло. Хорошее оружие. Базовые статистики. Хорошее. Но очень не хватает перков. И... То, что сейчас у меня получилось более-менее сыграть. Это не значит, что это оружие надо тащить на ПВП. И ходить с ним, не знаю, на Асирис. Нет, это это не значит. Оружие хорошее. Потому что оно лучше, чем оно должно быть. Скажем так. Но на фоне других, конечно, экзотических, легендарных оружий. Нет, ребята, просто даже не думайте. В общем, спасибо за внимание, товарищи. До свидания, товарищи. Ура!